Я сомневаюсь, что палестинцы покинут эти территории и оттуда уйдут. У меня в этом сильные сомнения. А если они останавливаются там, то каков будет результат этих действий? Где могли впыхнуть конфликты, как и угодно, практически везде они либо уже находятся в горячей фазе, либо максимально близки к ним. Жертвы среди мирного населения гарантированно вызовут крайне редкую радикальную реакцию в соседних и не только соседних арабских мусульманских странах. Со времен Холокоста никогда еще столько евреев за один день не погибало. Генрис Игоревич, добрый день. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, почему нельзя... Ну, мы все знаем, что произошло в Израиле. Безусловно, трагедия, в первую очередь для людей. Но почему нельзя к этому относиться как к исключительно локальному конфликту, который, в общем-то, мы знаем, тлеет давно, в разной степени обострения происходил, и всякое было в этой истории. Почему нельзя говорить, что это просто очередной виток, а нечто большее? Ну, я думаю, что мы сейчас находимся в таких условиях, что события и процессы, протекающие на Земле, во многом определяются внешним контекстом и ситуацией в мире в целом. То есть, если бы этот виток напряженности случился бы 5 лет назад, случился бы в таком вакууме, знаете, что это какой-то процесс, в который изначально есть конец, есть какие-то причины, по которым на это, скажем, пошло движение Хамас, есть какие-то представления о том, как решать эти проблемы со стороны Израиля, и вот речь о том, у кого больше ресурсов окажется, кто кому поддержку окажется. Но мы находимся в ситуации, когда за последние два года, где могли вспыхнуть конфликты, как и угодно, практически везде они либо уже находятся в горячей фазе, либо максимально близки к этому. Мы последние два года живем в мире, в котором на территории Европы проходит крупнейший конфликт на территории Украины, конфликт между Россией и НАТО, который просто проходит на территории Украины. Мы видели в самой жесткой форме эскалацию на Южном Кавказе, в зоне Нагорно-Карабахского конфликта. Мы видим очень опасные тенденции, о которых говорит нынешнее грузинское руководство, которое говорит о том, что оно опасается за возможность государственного переворота, который может быть организован в стране до конца декабря месяца. В то же самое время мы сталкиваемся с достаточно большими изменениями, которые происходят на территории Африканского континента, где Франция вынуждена покидать территории сразу нескольких государств, которые по тем или иным признакам вопроса безопасности в большей степени доверяют Российской Федерации и видят для себя большую перспективу именно в сотрудничестве с нашей страной. В результате, если все эти события сложить вместе в одной точке, то становится понятно, что это не случайные стечения обстоятельств, или не то, чтобы они произошли параллельно и имели под собой разные обстоятельства совершенно, но реальность такова, что за ними, за всеми стоит одна и та же проблема, и эта проблема заключается в недееспособности и в отсутствии функциональности у нынешнего миропорядка, у нынешних институтов, у нынешнего права, у нынешних механизмов по урегулированию этих конфликтов. Больше ни ресурсов, ни возможностей, ни, если хотите, даже репутации не осталось для того, чтобы каким-то образом на это все повлиять. Знаете ли, вот такая интересная вещь, что многие мои коллеги спорят друг с другом насчет того, что является первостепенным в международных отношениях интерес или ценности и прочие вещи, но я думаю, что еще очень важно всегда уточнять, что в международных отношениях иногда важным является не только национальное начало, то есть предсказуемая логика поведения тех или иных государств и расчетливость, но и эмоциональная составляющая. Потому что, скажем, такая вещь, как страх, является в действительности эмоцией, но именно страх зачастую, когда речь идет о человеке, способен спасти человека от непоправимых шагов. Страх обжечься, подсказывать тебе, что нам не следует лезть в горящее здание. Страх потерять жизнь, подсказывать не прыгать с крыши вниз. Вот если у человека этот страх изъять из него, как эмоцию, то, наверное, очень в скором времени этого человека в жизни не останется. А вот если этот страх изъять из поведения государств на международной арене, допустим, когда мы говорим о ядерных державах, если одна ядерная держава перестает бояться возможности применения оружия второй страны, то результатом этого становится повышение градуса эскалации. Она начинает позволять себе то, что не позволило бы в том случае, если бы этот страх имел место быть. Вот в таких сложных условиях мы находимся. И главная причина этого, я вот как-то сформулировал на одной передаче здесь, что, на мой взгляд, главная причина в понижении иммунитета этой системы. И как и у человека, когда понижается иммунитет, то заболевание, которое год назад вы могли перенести на ногах на работе, ни в чем себе не отказывают, просто там слегка кашляли бы, или противопростудное что-нибудь пропили бы, если у вас иммунитет вообще в убитом состоянии, то у вас любая болезнь может скосить. И мы сейчас находимся вот примерно в этих условиях, когда любое мало-мальски значимое противостояние, любой конфликт сегодня разгорается до такой степени, что никаких путей для того, чтобы его остановить и урегулировать нет, просто потому что нет желаний у одних государств и у других формировать совместные группы для разрешения этих проблем, проводить встречи, обсуждения, вырабатывать решения. Странные сейчас в большей степени предпочитают выбирать себе одну или другую сторону и дальше вести дело к еще большей эскалации, как правило. Крутую Россию позиция немножко отличается в этом плане. И министр иностранных дел Российской Федерации, если говорить о ситуации в зоне арабо-израильского конфликта, то Сергей Викторович Лавров очень четко просигмализировал, что Российская Федерация, во-первых, обе стороны призывая их сдержанности, а во-вторых, она видит разрешение конфликта на базе тех решений, которые были выработаны ОЛАН, в том числе создание палестинского государства. Вот это, мне кажется, более взвешенная позиция, чем просто занимать одну из двух сторон и дальше заниматься только подливанием масла в огонь. Ну, так или иначе, масло в огонь подливают и подливают активно, сейчас мы это наблюдаем. Я с вами абсолютно согласен с тем, что, ну, и многие об этом говорят, что та система международных отношений, которая сложилась вот после Второй мировой войны, она сегодня, ну, показывает свою, собственно, уже недееспособность. И да, вот эти конфликты, которые разгораются, они и так или иначе в какой-то степени где-то тлели, где-то обострялись. Ну, тот же арабо-израильский конфликт, он же постоянно там, в общем-то, существует. Нельзя сказать, что там люди жили в мире вот все это время. Но как-то всем миром, что называется, удавалось вот более-менее как-то там умиротворять, если хотите, обе стороны. Сейчас, да, многие механизмы эти утеряны, но как вы думаете, сколько времени уйдет человечеству, ну, если уж так глобально говорить, на то, чтобы выработать новые механизмы вот этих вот системы сдержек-противовесов или как угодно ее назовите? Вы знаете, дело в том, что вот вы сказали, что система, которая сложилась после Второй мировой войны, она прекратила свое сочетание, она эффективно, по крайней мере, уже может решать эти конфликты. На мой взгляд, ситуация обстоит значительно сложнее и многослойнее, потому что в действительности может сложиться впечатление, что это та же система, которая после окончания Второй мировой действовала по сегодняшний день, но мы имеем дело с достаточно многослойным, многоступенчатым таким явлением. Потому что в действительности то, что касается международного права, то, что касается международных институтов, то, что касается механизмов, которые для этого предусмотрены, все это родилось после Второй мировой войны, большинство войны, вот те, которые сейчас функционируют. Но родились они в абсолютно другой среде. Они родились в среде, в которой есть две равновеликих мировых державы, Советский Союз, Соединенные Штаты Америки, которые могут уничтожить и друг друга, и планету шесть раз, и весь мир там поделено либо между ними, либо страны определяют свое существование на планете по принципу неприсоединения к одним и к другим. Но в любом случае это два мировых таких гегемона, два центра силы. И все эти площадки, которые были созданы в этот период, они были функциональны не только потому, что там хорошо прописан устав или четко прописаны полномочия, это же никто не менял. Не то, что вот с 90-го, значит, кто-то взял и пока все откликлись, поменял все полномочия этих организаций, больше они там не работают. Нет, просто эта площадка была способом цивилизованного урегулирования конфликтов между, в первую очередь, двумя мировыми полюсами. Так что я понимаю, что если между ними начнется живое противостояние, горячий пасть, то на планете не выживет никто, и очевидно, что лучше этого каким-то образом избежать. И вот есть механизмы, есть правила. Ну, знаете, как мы можем с вами на улице вступить в драку вообще там с применением всех средств, которые возможны. А можем договориться, что выйдем на ринг и будем по правилам классического бокса с вами сражаться, допустим. Ну, а здесь вот какие-то правила, по которым мы друг с другом осуществляем взаимодействие. Затем настал момент, когда поменялась среда, о которой я говорю. То есть просто второй полюс перестал существовать, его больше нет. А вот институты, механизмы, правы, все остальное остались те же самые. Никто не отменил, значит, организацию объединенных наций. Она как существовала, так и продолжает существовать. Там также функционирует Совет Безопасности. ОБСЕ продолжила существовать. Но если до этого в ОБСЕ примерно поровну было, держав государства, которые представляли западные страны и государства, которые представляли так называемый восточный социалистический блок, то сейчас половина этих государств стала западными. И там, в общем-то, ОБСЕ представляет из себя структуру в основном представлено западными государствами. И так, в общем-то, с большинством тех организаций, тех институтов, которые возникали. А международное право, да, все в большей степени игнорировалось, не поддавалось, ну, хотя бы мало-мальски предсказуемому использованию в качестве ключевого механизма для урегулирования споров на международной арене. Ну, и фактически за эти два года пришли к тому, что у кого больше силовых ресурсов и возможностей, тот, в принципе, и продиктовывает решение тех или иных конфликтов на Земле. Это ситуация, когда понятно, что миропорядок не действует. То есть, если ни одного правового механизма, ни одной международной площадки, если нет даже возможности у мировых держав продиктовать необходимость договариваться, ну, значит, миропорядок в действительности канул в ленту. Вот сказать, тот же самый миропорядок ли это, что он был после 1945 года, или это что-то другое, что возникло там в 90-е годы, или о чем речь, сейчас, наверное, уже не настолько важно, потому что, чтобы это ни было, это прекратило свое существование. Вот когда возникнет новый миропорядок, сколько этого ждать? Это вопрос существенный, вопрос важный, но ответить на него сейчас невозможно, потому что это зависит от того, как долго будет складываться баланс сил на Земле. Это раз. Во-вторых, зависит от того, кто будет участвовать в раскладывающемся новом миропорядке. Это два. Мы должны понимать для себя, о чем мы говорим, когда мы говорим про миропорядок. Мы говорим про то, какие державы обладают лидирующей ролью, а какие признают эту роль и стараются в рамках баланса интересов этих крупнейших держав найти свое место под солнцем, реализовывать свои национальные интересы так, чтобы они не противоречили так называемому коллективному международному сообществу. Для этого нужно понять, кто вот эти действующие лица. Затем должны быть выработаны новые правила поведения как между ними, так между ними и остальными государствами, так и государствами в целом на мировое время. Чтобы эти правила были выработаны, должны сложиться такие стойкие их собственные интересы, как мне кажется. Пока что не совсем очевиден даже первый вопрос, кто те страны, которые на это будут претендовать. Я вижу, что в зоне Ближнего Востока очень активную позицию, очень эффективную, деятельную позицию занимает и складывает впечатление, что это государство точно будет в будущем миропорядке претендовать на то, чтобы быть важным актом международных отношений. Ну, вроде как подсказывает нам вся ситуация, вся конъюнктура, что Китай, Индия, Бразилия, они обязательно должны быть уже крупные, очень быстро развивающиеся экономики с большим населением, самостоятельной достаточно роли. Но в случае с Россией, допустим, очевидно, почему она будет претендовать на эту роль. Потому что она сегодня находится в состоянии фактически прямого конфликта на территории другого государства с единственным гегемоном, который в настоящий момент в рамках уходящей системы существует. Это такой коллективный запад, благодаря Соединенные Штаты Америки. Находится ли в таком конфликте, допустим, Китай? На уровне риторики – да. На уровне заявлений каких-то – да. Но Китай абсолютно встроен в действующую систему, и экономическую, и торговую, и финансовую, как угодно. Более того, его главная и ключевая проблема заключается в том, что он, играя по этим правилам, играя по правилам этой системы, полностью принимает все эти условия, которые он создает, он начал побеждать, если хотите, вот так вот. Он начал побеждать в крупье. То есть он начал проигрывать. Что вызывает очень резкую реакцию со стороны, в первую очередь, Соединенных Штатов Америки. И тем не менее, пока что нет впечатления… У меня пока не мере, может быть, я ошибаюсь. Но пока что нет впечатления, что Китай и, допустим, Индия предлагают абсолютно альтернативную систему нового грядущего какого-то миропорядка. И они хотят полностью кардинально пересмотреть вообще все ценностные, идейные, правовые, экономические, финансовые, военные, какие угодно основы нового миропорядка и прийти к какой-то альтернативной реальности вокруг себя. Россия этого хочет. Понятно, что Россия на это претендует. Есть ряд государств, которые складывают впечатление, что они этой системой крайне недовольны, которая сейчас уходит. А вот остальные, это зависит от того, как скоро они подключатся в этот процесс. Так уж получилось, что предыдущие миропорядки уходили в прошлое после очень крупных конфликтов. Ну, мы понимаем, как возникла. Версайская система международных отношений появилась после Версайского мира. Затем Венская, соответственно, после Венского конгресса. Версайская, Пашингтовская после Первой мировой. А затем Ялтинско-Подздамская после Второй мировой. И все говорили, вот настолько нам повезло вроде как. Вот так хорошо, что переход от этой Ялтинско-Подздамской к такому либеральному идеализму во главе с США, ну, вот такое разбытие этой Ялтинско-Подздамской. Это вот первый раз, когда все произошло без крупного мирового конфликта. А мы, по всей видимости, поспешили просто. Во-первых, я считаю, что все фразы начнутся от того, что развод Советского Союза удалось избежать кровопролития. Я не знаю, где удалось избежать кровопролития, если практически между всеми республиками Советского Союза, там, где были потенциально спорные вопросы, везде имели место ожесточенные вооруженные конфликты, которые продолжаются по сегодняшний день. И мы сейчас на этой стадии видим наиболее ожесточенное противостояние. Самый масштабный конфликт на территории бывшего Советского Союза проходит на территорию Украины. И вот это мнение, что обошлось без мировой войны, мы, по всей видимости, поспешили. Потому что что такое 20-30 лет в рамках истории человечества? Очень маленький период, в котором в будущем учебники истории будут рассматриваться в одном предложении. Поэтому мы только в эпицентре событий находимся. Ну, если вернуться все-таки к тому, что происходит сейчас в Израиле, на ваш взгляд, кто там главный выгодоприобретатель, ну, как всегда, вот ищут, кому это выгодно. И как долго это может продлиться? То есть мы видим, что Соединенные Штаты заявили о безоговорочной поддержке Израиля. Ну, и сложно было другого от них ожидать, безусловно. Ну, да, с другой стороны, вот вы абсолютно правильно говорите, что Иран все больше и больше заявляет о своих претензиях. Очевидно, что вот эти действия последние, это в том числе и последствия возросшей роли Ирана. Регион Ближнего Востока, с ним поспорить по степени запутанности межэтнических, межконфессиональных отношений, географического расселения и прочих вещей, может только, наверное, Кавказ. Они вот в этом плане достаточно похожи друг на друга по степени сложности, неразрешимости и исторической предопределенности вот самих этих конфликтов между различными группами. Здесь вполне очевидно, что мы для того, чтобы ответить на вопрос, как долго будет длиться очередной виток надерженности, должны абсолютно точно быть уверенными в том, кто является и будет являться действующими лицами. Если речь идет о том, что ХАМАС и, значит, сектор газа будут в одиночку противостоять израильским вооруженным силам, то понятно, что в какой-то момент это противостояние в любом случае закончится успехом вооруженных сил Израиля, потому что у них абсолютно разные ресурсы, возможности и прочее. Если в этот конфликт напрямую подключится Хизбалла, допустим, ливанская группировка, у которой только ракет 150 тысяч штук, спрогнозировать ситуацию в дальнейшем будет намного сложнее, а если корпус стражи исламской революции, допустим, из Ирана примет участие, это вообще переворачивает конфликт снова. А будет ли тогда США на стороне Израиля участвовать в вооруженном конфликте против Ирана? А вот если Израиль, участвуя в настоящем моменте в операции на территории сектора газа, он и сейчас применяет силу достаточно непредусмотренных для этого условий, потому что сектор газа – это одна из самых густонаселенных точек вообще в мире. Там 2 миллиона 600 тысяч человек живут на таком пятачке друг у друга на голове, что эффективно провести любые авиаундары с воздуха, особенно в условиях, когда боевое крыло местное в основном находится под землей и скрывается под укрытиями. Вот проводить эффективно авианалеты и прочие вещи сложно, а в условиях города проводить наземную спецоперацию это самого себя закидывать в котел, в котором с любой страны могут лететь и горящие различные смеси, и все местное население будет фактически противостоять вот этой операции. Плюс параллельно к этому, череватые вот этими действиями жертвы среди мирного населения гарантированно, гарантированно вызовут крайне резкую радикальную реакцию в соседних и не только в соседних арабских, мусульманских странах, которые будут на это соответствующим образом реагировать, и более того, это вызовет точно, я уверен, реакцию среди тех мигрантов из мусульманских стран, которые живут в европейских государствах и которые будут таким образом оказывать давление на европейские страны. Поэтому этот конфликт очень сложно, многослойно устроен для того, чтобы прогнозировать, когда, сколько и что. Если в той форме, в которой сейчас, но через какое-то время, израильским силам удастся полностью ждать ситуацию под контролем, Хамас удастся, видимо, идти на еще какое-то время, какие-то ресурсы сохранить, и это все до следующей подобной эскалации. Но если этот конфликт подключится сторонней силы, то предсказать дальнейшее развитие будет все сложнее, мне кажется. Ну, видите, получается, Израиль попал в такую очень опасную ловушку. Вопрос только, так случилось, что он туда попал, или все-таки его туда заманили. Вот вы правильно говорите, если проводить наземную операцию в секторе газа. Ну, или даже если посмотреть то, что уже начал делать Израиль, то есть там это уже вызывает очень резкую реакцию в мире. Страдают обычные мирные люди, получается. А не те боевики или какие-то радикалы, или так далее, и так далее. И отвечать вроде как надо, а как? Чтобы, потому как если отвечать, ну как, с всеми имеющимися средствами, которые есть у Израиля, то Израиль превратится очень быстро в страну изгоя, как минимум, в арабском мире, а он очень большой. Я думаю, что, конечно, израильское руководство в моих советах вряд ли нуждается и достаточно хорошо понимает и намного глубже, чем я представляю себе ситуацию, потому что имеет, естественно, больше данных различных ситуаций на Земле. Но мое личное субъективное впечатление заключается в том, что вот последние новости о том, что, скажем, в отношении сектора газа вводятся тотальные блокады, не будет воды, электричества, тепла, ничего. Ну, допустим, к какому результату это должно привести? Я понимаю, есть ли расчет на то, что за счет этого 2,5 миллиона человек покинут эту территорию и, понятно, если там нет палестинцев, то нет палестинской проблемы как таковой. Это, в принципе, похожая ситуация с тем, как на Южном Кавказе конфликт разрешался еще не так давно. Но я сомневаюсь, что палестинцы покинут эти территории и оттуда уйдут. У меня в этом сильные сомнения. А если они остаются там, то каков будет результат этих действий? Рассчитывать на то, что если молить людей голодом, холодом, то они начнут оказывать давление на собственное руководство с тем, чтобы оно пошло на уступки и на ваши условия, наверное, мне кажется, нецелесообразно. Во-вторых, а какие это условия? Какова картина урегулирования, которая в конечном счете этим людям предлагается? Какова картина мира будущего для них, которая у них находится на столе? А я думаю, как раз, что самое важное в урегулировании самых сложных конфликтов, которые могут на Земле существовать, они могут длиться десятилетиями, столетиями. Но невозможно их урегулировать, если людям не показать картину будущего, которая для них тоже могла бы быть допустимой, привлекательной. Если не привлекательной, то хотя бы быть альтернативой исходу, смерти, голоду, холоду и так далее. Если люди просто загоняют в угол и оказывают на них бесконечное давление, то в условиях, когда у них нет государства, которое может их защищать и гарантировать хоть какие-то права, в условиях, когда у них просто отбираются важнейшие жизненно необходимые ресурсы, без которых им сложно прожить, вот вы и наталкиваетесь на такие недопустимые вещи, как терроризм, акты насилия в отношении гражданских лиц и прочее. Потому что нельзя закупоривать, на мой личный взгляд, пар из всевозможных... Вот есть представительство чайника, это, знаете, стад такой, который стоит на плите, и вы, если ему со всех сторон заткнете все отверстия, то в какой-то момент он просто взорвется. Потому что, естественно, не будет выходить пар, рано или поздно он перейдет к этому. Вот я считаю позицию Российской Федерации абсолютно с этой точки зрения оправданной, что необходимо исходить из тех решений, которые были приняты в свое время ООН, как бы тяжело, сложно не было. Но это хотя бы путь к урегулированию. Иначе от того, что будет повышаться давление на местное население, реакция этого же местного населения будет также в ответ повышаться. Она не может выразиться в действиях на международной арене. Она не может выразиться в, знаете, конвенциональных войнах. Потому что там нет государства в современном понимании и с точки зрения современного международного права полноценного. Поэтому и воплощается это в формах такого неорганизованного или организованного, но не государственных актов насилия, свидетелями чего мы и являемся. Что никак не оправдывает ни в коей степени нападения на гражданских лиц, которые этого, естественно, не заслуживают и точно не являются частью той политики и тех действий, которые загоняют ситуацию в тупик. Но так как мы должны, наверное, говорить не штампами и заезженными фразами насчет того, что мне там ничто не оправдывает, понятно, ничто не оправдывает. Но если продолжать политику в таком ключе, то, на мой взгляд, эскалация насилия с каждым разом будет, знаете, сколько больше. И поэтому для того, чтобы не допускать повторения событий, надо, наверное, видеть те причины, которые за ними в действительности стоят. Очень внимательно и с уважением отношусь к точке зрения тех моих коллег, которых я очень уважаю как экспертов. И они в один голос говорят, что в свое время действующая в секторе газа движения Хамас находила очень большую поддержку, по крайней мере, кулуарную, не публичную, со стороны действующего израильского руководства, которая думала, что за счет подобных технологий она сумеет создать альтернативу для организации освобождения Палестины. Вот к чему это приводит. Я не утверждаю, что это однозначно так, но практически все эксперты, с которыми я на этот счет общаюсь, утверждают более-менее одно и то же. А в чем ключевая разница? А ключевая разница в том, что в те годы, на которые делаются сейчас отсылки, проводятся параллели, мы имели дело со светским руководством Палестины, ну, относительно хотя бы светским. И мы имели дело со светскими, да, там их называют диктаторами, авторитарными лидерами, как угодно, но светскими диктаторами в арабских странах. Их называют диктаторами на Западе. Я сам с этой терминологией не согласен на разделение всего мира, то на демократов, то на диктаторов. Ну, вот по устойчивому выражению в западной политической мысли их так называют. А в настоящий момент мы имеем дело с организациями религиозными в самой Палестине. И мы имеем дело с консолидацией именно религиозного потенциала в мусульманских государствах, во многих из которых. В результате арабской весны 2011 года и в результате тех событий, которые были и до, и после, у власти уже оказались не светские военные руководители, а представители тех же братьев и мусульман, которые в России запрещенная организация, а в Палестине они фактически представлены, были долгое время лицом этого движения Хамаса и прочее. Пока понятно, что мало чего понятно, на самом деле в этом, потому что действительно действующие лица, как вы говорите, не проявились, ну, во всяком случае, финальным образом. И пока этого не произойдет, ну, действительно плохо, понятно, а кто там чего хочет, собственно, в этом обострении, не в этом конфликте, который длится там, черт не знаю, сколько. Но, с другой стороны, посмотрите, на что напоролись те же Соединенные Штаты, это же они поджигали весь арабский мир, та же арабская весна, это же их рук дело, уже как бы очевидные вещи. И к чему это все привело, а сейчас придется оказывать поддержку Израилю, и еврейское лобби в США, я думаю, не оставит вопрос просто так. Я думаю, что тут вопрос даже не только в том, что они навелали в арабский стран, в том числе и в действиях вполне конкретных действующей администрации, которую еврейское лобби как раз обвиняют в том, что оно слишком мягкую политику ввело в отношении Ирана за последние несколько лет, слишком сильно оказывало давление якобы на Израиль, чтобы он шел на уступки в взаимоотношениях и с арабскими странами, и с Хамасом, и со всем остальным, и результатом этого якобы стала эта эскалация. Эта тема абсолютно 100% будет использоваться противниками действующей администрации, то есть тут не нужно смотреть на этих политических деятелей, как на людей, у которых там просто сердце разрывается за Израилем. Это прекрасная электоральная возможность для оппонентов действующей администрации использовать данную ситуацию для того, чтобы представить ее как провал действующего руководства США, для того, чтобы затем получить дивиденды на ближайших выборах, в первую очередь президентских в Соединенных Штатах Америки. И это будет абсолютно точно идти вкупе с Украиной, что вот вы столько денег выделяли на Украину, там результата нет, вы по Ближнему Востоку приняли такую парадигму наших действий, которая привела к тому, что, как сказал представитель израильского руководства, со времен Холокоста никогда еще столько евреев за один день не погибало. То есть цифры в действительности, по всей видимости, исторического масштаба такие. И происходит это все в достаточно сложных условиях. Знаете, в 2012 году Генри Киссинджер, который сам по происхождению евреи, в общем-то зачастую его многие оппоненты обвиняли в излишних заигрываниях или излишних симпатиях к Израилю. А он в 2012 году взял и заявил, что через 10 лет Израиля на карте мира не будет. Причем он это заявил не в том ключе, что, знаете, вот такой алармизм, который должен пробудить у людей понимание, что так продолжать больше нельзя. Или бывают такие заявления, которые говорят, либо сейчас вы начинаете делать то-то, то-то и то-то, либо вот, скажем, ваше государство на карте мира не будет. Нет, ну это просто говорю как да, что невозможно, чтобы он существовал, потому что есть фактор усиления Ирана, есть изменения в регионе и прочее. И переговорный процесс в тупике находится, и уже очевидно, что нет способов для его нормального решения. Поэтому это в действительности мы с вами живем в исторические времена, схожие с тем, что если оценивать убийство Франца Фердинанда представителем нашей молодой гости Гаврилом Принципом, то, наверное, как локальное действие это не самое важное историческое событие. Если не учитывать, что это послужило поводом, да, в первом, да, для того, чтобы погибли потом в десятки миллионов человек, да. Да, там не самая важная фигура политическая того времени с точки зрения принимаемых решений и прочее. Но с точки зрения повода, это еще огромное событие, важнейшее, наверное, событие в 20 веке, потому что без Первой мировой, наверное, не было бы и Второй. Спасибо вам большое за ваше рассуждение. Будем надеяться, что, да, ситуация очень серьезная, что, если так уж проводить параллели с началом Первой мировой войны, гибели десятков миллионов людей, как минимум, по всему миру, пожелаем всем мира на самом деле. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова